здравствуйте друзья я только что закончила снимать свой 10 вяза влог и начинаю вязать и начинаю снимать 11 влог и начинаю снимать его со своей покупки пряжи вот мне просто не терпится поделиться к слову сегодня 9 мая всех с прошедшим праздником потому что конечно же этот вяза влог выйдет гораздо позже вот поэтому всех с прошедшим праздником великим днем победы ну и начнем сейчас перед вами вот такая пряжа которую я почему-то я подумала что это будет не вот такая ленточка видите не ленточка я думала что это будет шнурок я почему-то не внимательно отнеслась хотя там было все указано в интернет-магазине где я покупала было указано что это лент лента значит это у нас хлопок стопроцентный метраж 150 метров 100 граммах и здесь у меня 500 грамм вот он такой глит с таким блеском серебряным жемчужный цвет жемчужного него по крайней мере было заявлено так ну-ка посмотрю да вот видно как он переливается деликатно очень что-то тут красненькая другой какой-то пряжи прилипло и я уже связала образцы постирала их не хочу вам показать вот какой образец у меня получился то есть сначала я вообще вязала я подумала раз такая толстая пряжа сначала я вязала на семерке потом на шестерке потом на пятерке и поняла что на пятерке для меня идеальный вариант будет для моего джемпера я еще пока не решила или только рукава будут вот так вот такого вот рисунка видите кстати этот рисунок взятый из из книги где 260 японских узоров и там он в какой-то из панелей если будет интересно вы спросите меня пожалуйста я вам отвечу в какой это панели находится именно там вот такая вот дорожка я просто одну дорожку это взяла и я подумала что вполне можно украсить именно вот так вот так давайте отставим и вот так вот я положу то есть вот так вот он смотрится выглядит очень красиво мне очень нравится и и я подумываю раз это такая ленточка то есть такой брутальный достаточно у нее вид а может быть даже действительно сделать основное полотно тела чтобы было просто изнаночной гладью а именно рукава вырезать вот такими вот ажурами и какие-нибудь высокая как бы резинка то есть манжеты сделать это у меня заборчиком я что-то пыталась заборчик он тут не виден абсолютно здесь вот вообще четверкой закрывала но это совсем плотняк плотниковский вот в общем такая пряжа меня как бы удивила я думала что она после стирки будет но как-то помягче а вот так но она помягче стала а так вообще такое ощущение что это какой-то бумажная нить ничего хлопчата бумажная вот и кажется что бумажная так это вот одна такая бобина взята на полноценное плечевое изделие типа кардигана или джемпера но все-таки склоняется больше к джемперу связанному с круглой горловиной может быть регланом да да скорее всего регланом сверху рукава скорее всего вот ажурные будут а основное полотно тело будет изнаночной гладью вот так она мне представляется пока пока так потом посмотрим когда до дела уже дойдет так первое отставила я в стороночку а теперь я покажу вам это то что я заказала своим сыновьям на футболке это все хлопок стопроцентный здесь значит я так думаю что это мерсеризованный хлопок ярко-синего цвета такая нить она достаточно тонкая здесь 420 метров 100 граммах хлопок аура взяла 300 грамм я думаю мне даже останется ее скорее всего перемотала вот уже чтобы вязать в две нити чтобы вязать в две нити на спицах номер 375 думаю на 375 вот такой вот то есть у меня скорее всего низ будет чтоб он не закручивался платочной платочной вязкой будет я что посмотрела может быть даже пола им связать футболки пола вот хочу им футболочки раз связать скорее всего будут пола а может быть и просто круглой горловиной еще пока тоже не решила вот отвязала образец постирала он слегка растянулся а высоту мне кажется слегка подсел я там нет высоту все нормально у него высоту как был так и остался и растянулся где-то на 5 что ли миллиметров он растянулся у меня после того как я делала замеры то есть вот такой вот красивый дети так это у меня владислав будет носить такую футболку он у меня уже мне моем представлении она уже связана затем же дел и зачем же дело встала его смотрите вот вторая это сприт с называется тоже стопроцентный хлопок здесь уже 220 метров 100 граммах тоже 300 грамм взяла здесь посмотрите какая интересная ниточка вот она она как будто как будто взяли ее эту петельчатость и прострочили как будто такой шнурочек вот петельчатый и в полотне вот видно да где что видно вот он такой он пока раз намотанный он такой плоский а в полотне он похож на велюр он такой как будто велюровый очень приятный мягкий здесь как бы мерсеризованный здесь ну он не жесткий но если взять сравнение то вот этот вот очень мягкий хлопок благодаря вот этой своей структуре вот этой такой мягкой из много много тонких ниточек и они не скручены а наоборот вот как то так просто как будто прострочены и получается как будто велюровая ниточка то есть вот такая вот не знаю еще подумаю может быть сделать допустим основное полотно у владислава будет синие и окантовки будут вот такие бордовые а у ярослава наоборот основное полотно бордовая с синими окантовками потому что синий с красным это конечно такие контрастные красивые выигрышные цвета они друг с другом очень хорошо сочетаются то есть вот такой вот я пряжу взяла взяла по такой очень интересной вкусной цене я бы так сказала одна из них не помню какая я подпишу одна из них рубль 70 а другая вообще со скидкой рубль 40 за грамм имеется ввиду за грамм да вот та которая глиттер жемчужная так по моему только 2 рубля да ну потому что она такая необычная видимо поэтому и решили так оценить так это получать я вам показала 33 бобиночки и сейчас еще одну покажу ну и для себя я тоже решила себе еще раз побаловать и заказала себе на футболку такой вот цвет такой сложный благородный серо-зеленый как будто полынный цвет на сайте он называется голубая ель вот пряжность луксор мерсеризованный хлопок стопроцентный здесь 500 метров 100 граммах я взяла 400 грамм конечно мне хватит за глаза на футболку а если на топ то тем более там еще останется если без рукавов вязать может быть горловину лодочкой сделать вот тоже я уже перемотала буду вязать в две нитки уже подготовилась потому что нужно было отвязать образец посмотреть что у нас с образцом вот посмотрите кстати это такой же рисунок абсолютно один в один но видите как какое имеет большое значение как выглядит сама по себе пряжа структура пряжи и и блеск и и эластичность в общем абсолютно по-разному выглядит этот рисунок вот я не знаю зачем мне просто этот рисунок понравился я не думаю что у меня футболка будет такая же дырявчатая скорее всего будет обычная лицевая гладь ну захотелось мне вот провязать и этот образец таким рисунком мне он понравился просто он очень простой но тем не менее он эффектный для лета в самый раз на футболку я не хочу дырявчатую делать если рукава то еще терпимо буду учитывать чтобы и и лямочки без галтера тоже нигде не было видно не хочу специально подбирать под изделия бюстгалтер то есть достаточно чтобы мне было достаточно одеть телесного цвета и чтоб я точно знала что у меня никакая лямочка нигде не будет она видна вот такие вещи я люблю простые лаконичные больше так скажем всяких глубоких вырезов и и и проем рукавов то есть чтоб тоже было все очень закрыто вот такой вот шикарная пряжа такая цвет прям цвет меня очень поразил я прям любилась я не собиралась для себя покупать но вот этот цвет меня прям убедил что мне нужна футболка такая футболка она такой цвет освежает очень лицо вот и мне у меня такой холодный цветотип поэтому он очень выигрышно я прикладывала к лицу шикарно просто шикарно смотрится так что вот такие вот будут у меня процессы я думаю не за горами и я вам говорила уже что я хочу связать мальчишкам кофты обновить в общем их такой более теплый гардероб я не знаю как у меня получится хватит ли мне спиц потому что все таки кофты мне тоже хочется начать им вязать но так как на улице сейчас жара у нас городе тюменья сегодня 29 градусов жары наблюдалось вот и и конечно же хочется вязать летние хочется вязать летние под такую жару прохладнее станет скорее всего ручки потянутся к чему-то более тепленькому а сейчас пока так вот пока вот так вот до следующего включения всем большое спасибо пишите мне комментарии задавайте вопросы на все вопросы его обязательно отвечу пока выключаюсь пока пока всем привет сегодня 11 мая я продолжаю свой вяза влог номер 11 кстати как раз вот и перед вами лежит уже начатая работа по вязанию кофты для одного из моих сыновей так если вы помните где у меня тут эти образцы я вязала вот такие вот образцы вот один образец вот второй образец то есть одна будет кофта вот сочетание вот этой вот пряжи цвета по моему назывался на сайте он миндальное молоко это стопроцентный меринос не помню по моему 280 что ли метров или 300 300 метров по моему 100 граммах в общем так то на тонковатая ниточка это синяя тоже тонковатая вижу на спицах три с половиной вроде бы не сильно рыхло получается но и по образцу в принципе нормально ну изначально я все-таки думала что она будет вот такая вот то есть будут вот такие вот две полосочки и дальше все пойдет вот этим вот полубежевым цветом так скажем как он у вас рисовывается такой как грязно грязно-белый что ли грязно молочный на других сайтах кстати я видела что называется овсянка он такой не однородные бежево-серые вот оттенки у него где-то посветлее просто где-то по потемнее то есть вот такой вот образец а вот что у меня получается просто походу я так подумала что оно будет от синего плавно переходить в больше больше вот этот вот бежевый цвет и сейчас вот у меня резинка получается больше тут синего и дальше пошло у меня 16 рядов синего два ряда вот этого бежевого теперь дальше 10 рядов синего и 4 ряда бежевого дальше я планирую где-то 6 рядов у меня будет синего 6 бежевого и дальше уже бежевый пойдет больше как бы полосочки будут бежевую пошире и шире и шире а синего уже уже и сойдут на нет вот такой процесс ничего не предполагала я не предполагала что я буду вязать эту кофту задумывалась над тем что раз как сейчас жара я буду вязать в первую очередь футболки я так думала вот сегодня утром встала и так как то я меня вдохновилась вязанием этой кофты что думаю надо не держать это все в себе а начать и вязать раз у меня идет такая извините за жагом впруха вот а вот вот этот вот это если вы конечно ну не видели то я расскажу что это ручного окрашение меринос австралийский здесь 250 метров 100 граммах красит просто чудесная фея окрашивание натали вот цвета я сама выбирала что были именно такие цвета присутствовали оливковый получается желтый и сине-фиолетовый и это просто удивительно что человек прям так попал в мое желание это такое редко бывает когда так органично все это присутствует дело в том что я заказывала два раза у других девочек и там к сожалению не было такого попадания то есть мне окрасили то что не совсем то что мне нужно так скажем но она тем не менее пряжа от этого не стало хуже просто не то что мне нужно но естественно очень красиво получилось и изделие одно изделие у меня уже есть это моя шапка бине вот тоже из пряжи ручного окрашения а другого изделия пока еще нет там толстоватая такая пряжа я хотела я думала что это будет как раз сунут ну пока вот пока она лежит я потом вам как-нибудь покажу этот моточек или сейчас покажу достану так тадам вот смотрите какая чудесная эта пряжа здесь и черный и фуксия есть и фиолетовый есть и сиреневые цвета очень красивая пряжа так вот она играет разными бликами а гамма 1 фиолетовая как бы но всякие разные оттенки от очень темного от черного получается до до светлого до такого вот бледненького то есть вот такая чудесная пряжа я ее просто обожаю ну вот прямо чтобы цель на допустим вязано было чисто вот из такой вот ручного окрашения секционные факта я не очень себя вижу в этом а вот именно когда добавляешь какой-то цвет основной допустим вот этот как я собираюсь компоновать здесь уже да здесь уже это как бы расставляются акценты и это очень интересно так что вот такими вот я делами занимаюсь еще я же участвую до сих пор участвую в марафоне но я шибко отстала уже девочки связали мышонка и уже начали вязать совенка вот а у меня пока только три игрушки а сейчас уже вяжут все пятую но не все я не думаю что я прям одна такая но дело в том что вот от мышонка у меня только вот такой вот хвостик и вот одна передняя лапка получается как верхняя верхняя лапка потому что мышонок будет такой стоять он будет по типу енотихи такой будет на я думаю что он крупненький будет мышонок этот опять же не знаю хватит ли мне от этого синдепуха или как он называется наполнитель но я уже подумала что наверное придется распотрошить слово то какое распотрошить одну из подушек вот такие вот дела у меня я все таки надеюсь что у меня не не отпадет полностью желание вывязывание игрушек если честно то уже себя немножко начала заставлять потому что ну как бы говорила олеся ну как бы давай все таки свяжем давай свяжем крючок тяжело бы я больше устаю нежели отдыхаю вязанием крючком и даже не с поскольку несколько вязанием крючком а сколько вот что вяжется такие мелкие детали что потом их вот пришивать нужно я видимо не люблю заниматься такой мелочью вот как-то так была я сегодня фикс прайсе и знаете для мелкого проекта это конечно не для этого но я смотрите какое прелесть приобрела мне понравилась просто расцветка это какая-то прорезиненная какая-то синтетическая ткань вот эти такие птички очень красивая для какого-то небольшого проекта я для вязания там носков или шапочки там вот вполне себе ничего с собой можно взять то есть вот она вот как-то кстати молния не проверила что она не очень хорошо расстегивается такая вот вещь тут ничего не отработано и стоит по крайней мере в нашем фикс прайсе она стоит папка для документов называется 77 рублей стоит 77 рублей стоит еще ничего не убрала это я сегодня приобрела так что вот вполне себе ничего я бы сказала даже красиво мне нравятся вот эти вот птички они так нарисованы как-то как-то самобытно фольклорно очень интересно люблю вообще какие-то такие подобные изображения необычные вот и хотела показать как у меня продвинулась моя кофта мой кардиган кофты все кофтами называются вот в общем кардиган будем говорить правильно да кардиган сейчас я вам покажу так и вот смотрите уже на какой стадии у меня вывязывание кардигана здесь у меня уже вывязано 1 2 3 3 отверстия под пуговички они у меня в середине ромба то есть вот он ромб идет вот вот в середине ромба такие вот отверстия пуговички еще не укоплены я уже говорила что пока ничего не открыто в интернете сложно выбирать и даже если честно не могу определиться хотелось бы просто прийти в магазин посмотреть на разнообразие возможно их потрогать и тогда уже определиться потому что я уже тоже не раз упоминала о том что я такой человек как-то тактильник да что то есть мне очень важно как это тактильно приятно или неприятно мне будет пальчиками трогать вот вот на такой вот стадии у меня сейчас находится мой кардиган вот и получается я вяжу вот этот кардиган я сегодня начала вязать кофту одному из сыновей и вот эти вот вот это вот все что только от игрушки касаемо смешно конечно ну вот что есть то есть и с собой я беру в дорогу куда-то когда еду то я беру вязание шарфа либо серого либо салатового не знаю стоит показывать или нет придется кусочком показывать потом если салатовый зеленый флуоресцентный цвет то его придется скорее всего показывать отдельным кусочком потому что сильно желтит и я заранее прошу прощения потому что прям от него очень сильно желтит потому что такой цвет своеобразный и его очень трудно показать но сейчас попытаюсь и так вот такой вот у меня шарф шарф уже в принципе ну достаточно много отвязано здесь я была вот в транспорте у меня отмотанный клубочек закончился поэтому вот именно на таком месте у меня остановилась кусочек так а где у меня еще отмотанный клубочек вот я взяла отмотала уже в 6 ниточек я вяжу здесь полторы тысячи метров на 100 граммов и вот так вот вяжу в 6 нитей и вот вяжу в 6 нитей это получается 250 метров на 100 граммов вяжу спицами 4 с половиной это спицы сикнит знаете все ничего с этими спицами здесь вот эта леска она крутится вот в этом стакане соединения и она как бы немножко скрипит я не знаю о слышите вот так вот она поскрипывает я не знаю у кого болят зубы то эти спицы не для них это точно то есть кто кого-то может раздражать даже этот звук я вот так предполагаю меня он не раздражает но он какой-то странный вот в принципе уже привыкла к вязанию на этих бамбуковых спицах вот в принципе меня они устраивают так что это вот этот вот процесс я его всегда беру в дорогу поэтому он у меня уже продвинулся от вот от этого маркера я как-то помечала потому что до этого я очень интенсивно вязала а дальше это уже как придется то есть вот мне хотя бы знать что это как у меня немножко долговяз уже получился потому что это естественно это уже на мою модную осень будет на мою стильную осень будет у меня этот шарф и буду носить его с серым пальто графитового цвета пальто и будет вот такого цвета шарф у меня сначала думала может все таки снут просто связать это будет удобнее и практичней а потом сказалось сама себе да сколько можно вязать только практичные вещи покупать только практичные вещи и просто захотелось чего-то просто красивого оно все равно будет практичным просто по сравнению со снудом не так удобно будет длинный шарф насколько длинный я посмотрю но пока хочу чтоб он был длинным вот вот этот процесс у меня продвигается и еще хочу напомнить о другом шарфике который уже давно у меня не мелькал сейчас покажу ну а этот шарфик у меня никак не продвинулся вот вообще никак но просто хочу показать вам чтобы чтобы потом самой не забывать про него потому что я как-то его отложила и благополучно про него забыла а потом даже даже как-то так его прям свернула очень компактно что долго не могла найти в каком из пакетиков у меня лежит этот проект то есть я его поискала потом думаю ну он же мне не к спеху и благополучно забыла о нем то есть это такой проект позабытый мною он как бы отправился в долговяз вот тут это то что осталось от одного это пока вывезен всего лишь один моточек у меня упаковка этой пряжи это стопроцентный акрил но он какой-то такой не скрипучий российского производства так сейчас я даже вам покажу какой он так вот смотрите это компания пехорка так и называется акрил цвет серый меланж номер 96 и здесь 300 метров в 100 граммах вижу на спицах то ли 3,5 то ли 4 сейчас секундочку так сейчас мы узнаем 3,25 на 3,5 на 3,5 спицы 3,5 рекомендуется ну конечно тут все заклеено у нас где бы как бы нам тут еще узнать может может в другом точке то есть рекомендовано здесь спицы 2,2,5 а я аж на 3,5 вяжу ну нормально для шарфа это нормально потому что я хочу чтобы он был пластичным так что вот такие у меня процессы такие у меня дела прошу прощения за шуршание кулечка вот и на этом мой вязовлог кусочек вязовлога заканчиваю я пока и встретимся не знаю завтра или послезавтра посмотрим по продвижениям но пока пока всем привет дорогие друзья я продолжаю свой вязовлог номер 11 и сегодня 13 мая и на столе сейчас у меня лежат игрушки которые я уже отвязала участвую в марафоне по вязанию игрушек который называется по моему дикий лес и там вот в общем предлагают отвязать бесплатно то есть схемы предлагаются мастерами бесплатно отвязать игрушки жителей леса вот то есть первая моя была игрушка вот эта енотиха потом такой волчонок волчонок мне кажется самый забавный самый такой интересный и еще меньше у меня получилась такая вот лисичка вот я вам показывала по моему в предыдущем вязовлоге вот решила еще раз показать и тут в общем я немножко ну как немножко уже две игрушки отвязали без меня но я думала как то то есть некоторые мастера предлагают вязать игрушки в два этапа то есть первый этап отвязываешь снимаешь фотографию там вот допустим вот это вот первый этап это должен был быть мышонок это вот такие вот вот так вот его лапки нет получается нижний он потому что стоя будет так же как вот это енотиха это верхние лапки у мышонка и хвостик вот из этого состоял первый этап я отвязала и а ну там вот этот вот первый этап допустим он пока находится на этой в инстаграме на страничке три дня дается вот потом через три дня это все исчезает вот за вторым этапом нужно обращаться к мастеру ну и я почему то не подумала что он не просто исчезает с этой страничке а и вообще возможности таковой больше не будет то есть я не успела с этим первым с первым этапом я не успела через несколько дней отправляю мастеру такую фотографию то есть она пишет мне извините ваше время якобы истекло и уже нет доступа ко второму этапу вот я не знаю я с мальчишками посоветовалась там есть конечно возможность купить этот мастер-класс ну вопрос то в том что насколько им нужен этот мышонок или нет вроде как Владислав сказал да нафиг он нужен а Ярослав сказал что мне бы хотелось бы чтобы мышонок был цена вопроса 150 рублей но мне даже больше я и сама не очень-то хотела его вязать видимо поэтому мне так как-то откладывалась и вообще другими делами была занята вот но опечалило меня то что я и не попала на вязание совенка там совенок был очень прикольный интересный такой он там даже в очках стилизованный но очки это уже конечно детали но вообще просто хотелось бы конечно получить эту схему вязания совенка думаю ладно и отрезала первый этап вот такой вот мишка вот то есть такой хвостик у него вторым этапом пойдет а вот эти ушки тоже были в первом этапе все это пришила там значит у мастера описание что он должен быть не пришивные лапки а на каких-то штифтах что ли раз я в этом не разбираюсь я и не запомнила как это все дело называется но в любом случае у меня этого нету и я вот просто пришила пришила вот эти нижние лапки верхние лапки у него и хвостик и вот буквально сегодня я отфотографировала я и мастер мне отправила уже ссылку на второй этап то есть я могу уже спокойно вывязывать голову там тоже там свои нюансы там даже есть ссылка по ну не по вязанию там по моему ссылка на оформление мордочки этого этого мишки мишка бэй называется так его зовут вот такие вот дела у меня с этими зверятами отвяжу голову пришью оформлю обязательно вам покажу надеюсь что он будет очень милый как вот этот вот волчонок волчонок пока никого его больше пока никто не переплюнул по своей милоте такой милый мне даже кажется что он не в не в овечье как бы шкуре а как такой волчонок ангелочек тут у него как будто такой чипчик кудрявенький и как будто памперс одет вот так вот мне кажется вот такой вот чудесный волчонок и достала я из закромов вот такую вот пряжу я как-то ее заказывала вместе с серой серая у меня вот это пуловер которая отвязана с пайетками прекраснейшая желающая это я думала что я думала что это меренос вернее не ну как думала не тогда когда заказывал заказывал я все прочитала все меня все устроило но сейчас когда я достала эту пряжу я почему-то подумала что это меренос а это не стопроцентный меринос эта пряжа называется Кардонэта Кирт И здесь мериносов всего 20%, кашемир есть здесь, 10% кашемира, и 50% вискозы, и 20% полианида, такой перламутровый, глубокий, желтовато-зеленый цвет. И здесь я почему-то думала, что она, ну, как бы, вот так вот раскрученная, мне показалось, что совсем тонюсенькая, я думала, где-то 350, что ли, метров в 100 граммах, и такая, отмотала уже моточек, подумала, что свяжу-ка я образец в две ниточки, посмотрю, что из этого получится. Но, все-таки, не поленилась я посмотреть накладную, и смотрю, что там 280 метров в 100 граммах, и в две нитки это будет что-то толстенькое совсем. Начала отвязывать на четверочке, не знаю, наверное, сильно рыхло. Да, на четверочке, наверное, сильно рыхло. Вот, я сейчас чуть-чуть повяжу на четверочке, перейду, наверное, все-таки на 3,5 или на троечку, посмотреть, чтобы, как будет полотно, и так, и так, отделю его. Вот, пока, пока вот такое вот оно, и хочу посмотреть, что с ним станет, с этим образцом после ВТО. Так, это значит, вот это, я не знаю, почему это я достала, как-то у меня на глаза попалась эта бобина, и думаю, что же она у меня стоит. Такая красивая, очень красивый цвет, просто такой вкусный цвет. Вот, и хочется что-то уже вязать. Хотя я что-то опять начинаю разводить эти процессы. Хотела вам показать еще, еще, еще. Сейчас, секунду. Ой, что-то у меня тут зашаталось, прошу прощения. Это вот так вот отвязывается, у меня спиночка на кофту, одному из моих сыночков. Вот, и здесь уже пошла, дальше уже пойдет совсем, все вот этого, цвет миндальное молоко или овсянка. В общем, такой грязно-бежевый какой-то такой цвет, светлый. Вот, вот столько уже связала. И вяжется очень быстро, потому что, ну, захватывает. Процесс этот захватывает, к тому же деталь небольшая. Будет полностью сшивная кофта. Вот, это тоже у меня в процессе. Ну, и все, до следующего включения. Пока-пока. Так, девочки, вот пока я тут на столе, у меня такой творческий беспорядок. И я вот химичу все с образцом. С образцом из вот этой зелененькой пряжи красивой, в которой, как оказалось, 50% вискозы. Вот, я хотела вам показать мой способ закрытия лицевой глади, чтобы край не закручивался. То есть, смотрите, берем ниточку, подхватываем вот эту перемычку с задней стороны. Смотрите, вот так вот. Так, вводим. Схватили ее и повесили ее также на эту спицу, на левую спицу. Теперь две вместе подхватили, петелечку вывязали, накинули, спустили. Вот такой вот край получается. Давайте еще раз. Итак, берем вот эту перемычку, которая как раз между двумя петлями. Вот она. Вот она, смотрите. Оп. Схватили ее. Повесили. И вместе. Набросили, скинули. И так далее. Я тут уже просто химичу, две нити вижу, поэтому мне на камеру не очень удобно показывать. Но все равно, тем не менее, хотела вам очень показать этот способ. Возможно, кому-то он придется по душе. Может, кто-то не знал его. И именно так, закрывая лицевые, крайне будет скрученным. Так. Так. Такой мини-мастер-класс. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Край разровнялся, стал ровный. В предыдущем кусочке я показывала, как я иногда закрываю лицевую гладь, чтобы она не закручивалась. Она сначала... После ВТО она все равно закручивалась, а после отпаривания все в порядке. Вот. И смотрите, я решила сделать с одной стороны карман. То есть я здесь вот просто бросовой нитью провязала нужное мне расстояние, ширина кармана. Дальше буду отвязывать. То есть вот так вот выглядит планочка. То есть мне осталось довязать рукава и вывязать карман. Прошу прощения, что я тут немножко пошатала. Вот. Вывязать карман хочу. И хочу его вывязать, чтобы он был... То есть нижняя часть будет слегка вот так вот выходить на передний план. Как будто он такой будет. Не как будто, он реально будет длиннее, чем край изделия. И я хочу сюда пустить такие же ромбики, чтобы он в этот край вылезал именно как ромбиками. Не знаю, понятно, объяснила или нет. Но я думаю, я вам все покажу и вы увидите. В общем, я эту идею хочу воплотить в жизнь. Идеи приходят сами по себе. Не спрашивают. Вот. Это вот такое вот изделие у меня получилось. И еще, еще, еще посмотрите. В рамках марафона, я вам о котором уже не раз говорила. Что тут у меня? Лосинка какая-то. В рамках марафона вот связался еще вот такой вот мишка. Посмотрите, какой он забавный, какой он приятный. Ну, на мой взгляд, он такой же милый, как у меня получился волчонок. Вот они у меня как-то по милоте на одном находятся уровне. Вот такой вот милаха. Тут даже хвостик вот у него есть. Ушки. Все, в общем, это просто вывязанным крючком такой пятачок. Носик пришит, остальное все вышито. Да, это я бусины у себя нашла, когда у меня очень длинные волосы были. У меня резиночка такая была с бусинками и бисеринами. В общем, нашла, разрезала, вставила. Замечательно, в общем. Вот такой вот симпатичный мишка. Сегодня я планирую еще связать первый этап, опять же, на этапы разбитые эти игрушки, вывязывание. И там будет ежик. Там тоже ножки, по-моему, будут. Лапки, получается, нижние, потому что он как бы стоя будет. Нижние лапки, верхние лапки и что-то еще, мне кажется, в этот первый этап входит. Но это, я думаю, вы уже увидите в следующем моем вязовлоге, потому что я хочу этим вязовлогом уже закончить все. А это хотела я с вами поделиться. Это то, что в океи давали, видите, такое маленькое, как для детей, в общем. Ну, не как для детей, там реально, как для детей, там ребенок нарисован. В общем, семена. То есть, они дают семена для прорастания. Там такая таблеточка. Я думаю, многие об этом знают. В общем, в океи вот это давали. И вот мы с ребятишками, с сыновьями вырастили. Такая рукола у нас растет. А это базилик. Базилик что-то он какой-то. Наверное, ему что-то не хватает. Ну, в общем, детям нравится. И в связи с этим мальчишки хотят еще что-нибудь вырастить на подоконнике. Не знаю. Мы, вот они сейчас приедут с папой, уехали со своим повидаться, пообщаться. И будем, наверное, сеять укропчик. Вот петрушку. Вот такие цветочки взяла. Матиола. Вечерний аромат однолетник. Вот просто, просто захотелось. Я даже не посмотрела. Как бы нужно было садить еще в апреле. Но май тоже можно сеять. Сходы. В общем, вот. Такие у нас будет зеленушка. Такая у нас будет на окне, на подоконнике. Потому что мальчишкам, в общем, понравилось. Идея хорошая. Они тут уже что-то пощипали немножко. На этом вязовлог я свой заканчиваю. Всем удачи, всем терпения, всем везения, всем ровных петелек и всего хорошего. И главное, не унывать. Хорошего вам настроения и здоровья. Все. Всем счастливо. До свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok